вот тема конечно грустная мы все были мы знали не на димурову поколениями перевода лисы это такое знаковые события на ему 50 с лишним лет первое издание 1967 год мне было 12 лет я расскажу про это тоже для каждого из нас алиса это конечно личная вещь но у многих из нас с ней связаны гораздо больше воспоминаний событий и всевозможнейшей деятельности это справедливые для других имен но вот имена димурова и керролла неразрывно связаны и связаны уже много десятилетий поэтому эта история история у которой конечно есть свидетели всевозможные и я счастлив что я был на какой-то на ком-то краю на периферии этой орбиты и часто сначала по юношеской наглости вмешивался в какие-то события и помогал им случиться поэтому я хотел бы поделиться с вами всевозможным набором разных вещей я не буду повторять биографии из википедии и списков переводов все знают что не михайловна была московская переводчица но и пожалуй все об этом они больше ничего не известно очень часто мы говорим о писателях и переводчиках мы знаем их работу мы помним их тексты наизусть но мы мало что знаем о них биографии димуровой нет нигде она не написана я надеюсь что она будет написана и что в ней будет огромное количество интересных вещей возможно то о чем сейчас мы начнем говорить о чем будут говорить ближайшие недели и месяцы это и есть начало создания этой биографии и возможно многие из нас помнят события относящиеся к ней и особенно к влиянию и это бесконечный океан событий и вот я вам хочу показать часть из них и я буду говорить минут сорок без перерыва потом конечно я буду очень счастлив если вы зададите мне какие-то вопросы потому что охватить все совершенно невозможно но я никогда не произносил таких речей в память только что ушедшего старшего друга ментора учительницы если угодно и при этом также всемирно известной личности по крайней мере в русскоязычном мире и вот я постараюсь как-то дать такой взгляд потому что я уже живу более 30 лет соединенных штатах эти все годы мы с ним михайловной лично никогда не встречались но переписывались довольно интенсивно иногда и вот про такие вещи я попытаюсь рассказать вот теперь я сделаю шир скрин и выступлю в роли комментатора слайд-шоу и вот подождите шеф видно видно и слышно ради ну вот нина михайловна димурова 30 года рождения поколение моих родителей москвичка всем знакомый может быть не всем потому что книжка то редкая перед вами обложка и супер обложка первого издания димуровой 67 год софия две загадки почему софия почему 67 старшему поколению не нужно объяснять что случится через год в восточной европе димурова каким-то образом пришлось на аксеновское определение поколения между танками в праге и танками в кабуле потому что второе издание называем академическое в лет памятниках выйдет за год до афганской войны 78 вот между этими изданиями много лет большая деятельность многие люди не знают что было два издания две версии переиздание то были десятки 200 с лишним было переиздание на русском языке но переиздание чего вот об этом я тоже буду говорить здесь глубокая текстология и связанные с ним и с ней потрясающая история которая вообще мало кто знает почему софия софия вообще в болгарии многие из нас думали что димурова болгарка она про это слышала много раз это есть в ее воспоминаниях через год умрет корней чуковский он успел написать в лид россии заметку победителя не судят это тоже важно потому что два главных столпа детской литературы с которой мы росли чуковский и маршак полностью связаны с димуровой это ее как бы литературные предки отцы предшественники которые никогда алису не перевели почему другой вопрос я не делаю их биографии вот пишет чуковский вы победитель он пишет вы перевели творческий вы воспроизвели дух этой книги дух озорной капризный и безумный я может быть не соглашусь с капризным здесь это может быть неудачный термин но озорное безумно несомненно а вот это литературные памятники не нужно объяснять что такое серия литературные памятники я не был причастен к изданиям этой серии но могу только представить себе чего стоило туда пробиться и при чем тут вообще алиса литературным памятниками и назвать конечно можно но сложно вот и издание подготовленные к 78 о нем я скажу специально как бы маркирует второе второе рождение алисы по-русски потому что эти тексты разные они перекрываются конечно в основном но в них есть очень существенные разницы настолько существенно что когда димурова спрашивали какой же и какая версия вам ближе детская опубликованная в болгарии в 67 на русском языке или взрослая академическая с аппаратом с приложениями с комментариями в лит памятниках твердой обложке она нашла потрясающее сравнение она сказала что это как двое детей они похожи но они рождены в разные годы у них разная судьба и действительно очень интересно что ведь на этих двух текстах не кончается 78 год это все-таки уже 40 с лишним лет назад а димурова продолжала работать над текстом до 2016 года я занимался текстологии я находил ее редакторские поправки иногда важны вот это огромная работа которую сделать совершенно невозможно потому что придется сравнивать десятки изданий но для основных мы знаем что произошло вот это редкий снимок это не михайловна в индии после окончания университета московского 53 года она едет в индию на несколько лет насколько я понимаю детали я не знаю но она была переводчицей встречалась и переводила для джава харлала неру вот это экзотика но оттуда она также принесла ряд имен она перевела нам на райана и очень было внимательно к индийской литературе про алису говорить совершенно невозможно и я постараюсь говорить конечно в основном об алисе в связи с димуровой но конечно я должен буду сказать и о керроле ну начнем еще с того что английский текст он есть английский текст он замерз 1865 году это викторианский текст другого нет но за зеркалье через несколько лет а вот русских текстов навалом более 20 переводов пересказов и все остальное это все как снежный ком обрастает популярной культурой я уж не буду упоминать фильмов тима бертона конечно но замечательный мультфильм юрия ващенко в постановке андрея хоржановского 81 года алиса а его также редактировала димурова она была консультантом хотя в общем-то поп-культура ей не очень нравилось и она конечно страдала от того что делали с ее текстами и продолжают делать с этим ничего не поделаешь впрочем уже есть авторские права сейчас поэтому может и поделаешь она перевела кучу других вещей питер пен почему я его сюда поместил питер пен был ее первым переводом он был сделан в 50-х годах а издан 68 он пролежал в детгизе 12 лет его не хотели печатать это не для советских детей вот кроме того говоря о том что она носила много шляп многие переводчики ограничиваются переводом этого более чем хватает но они часто еще сами литераторы димурова ведь литератором не было она не писала ни прозы не стихов тем более стихов она между прочим даже не переводила но ее таланты были в другом направлении кроме того что конечно она много десятилетий была преподавательницей всевозможных вещей ввела английскую литературу как курс в советском союзе она была исследовательницей биограф биографом керрол а прежде всего других тоже и вот первая его к ее книжка очерк жизни и творчества льюиса керрола вот лежит у меня тут 79 года издательства наука дефицит страшнейший но второе уже можно купить петербурге на озоне дороговато но это последняя биография керрола и конечно замечательная совершенно книжка в жзл льюис керрол биография 13 год которую я всем советую и вот и из нее и сейчас зачту один параграф я не буду читать вслух но очень немного как случилось самые первые слова из предисловия как случилось что льюис керрол занял столь важное место в моей жизни у нас доме детстве и книжки такой не было алисы не слышала я они и в школьные годы университете никто на английском отделении никто ни слова не сказала керроле и потом она уже преподавала на курсах 61 год высшие курсы для вузовских преподавателей английского языка улучшение квалификации и там она начала своим студентам слушателям читать керрола она взяла книжку библиотеки иностранной литературы курсанты да они назывались курсанты курсанты знали что я занимаюсь переводами честертона уже перевела и то и дело спрашивали а как же это перевести не знаю отвечала я и они начали это делать фактически это была работа со студентами интерактивная как мы сейчас выражаемся то есть процессе преподавательской деятельности она пишет это была увлекательная игра слово игра конечно знаковая я не буду цитировать не бахтина не хизинку вы сами все это знать так потихоньку я стала погружаться в текст и дальше идет болгарская история я очень люблю болгарию много раз там был и поэтому мне особенно чувствительно болгарская история которая перейду через несколько слайдов справа 2004 год это тоже димурова перевела этот дневник путешествия люиса керрола куда бы вы думали естественно в россию куда еще нужно ехать для абсурда впрочем год шестьдесят седьмой 1867 был более оптимистическим чем 1900 как мы знаем это реформы великие и кэролл поезжает в россию это единство едет в россию это единственная поездка за границу где он был вообще он был всего месяц в москве и петербурге и в нижнем новгороде на ярмарке за месяц вот а ну сам кэролл конечно надо упомянуть не все знают его реальную фамилию я произносить не берусь потому что есть споры как ее писать и произносить мы считаем что додсон потому что буква г не мая димурова писала доджсон а как она произносила я не знаю давайте говорить люис кэролл псевдоним он прожил 66 лет из которых более 30 он был в оксфорде вот а в 30 сколько в 32 года он издал алису первую опубликовал книгу значит ему было 33 года а димурова и было 36 когда она перевела первый раз вот ну про алису саму я много говорить особенно не буду но мне придется рукопись была вот это его рукопись она сейчас на сайте британской библиотеки выставлена в живом формате и и полистать можно она еще называлась приключение алисы под землей первая версия там еще нету безумного чай пить и она включена позже написано а это как раз рукопись на собственно записывал то по памяти потому что он читал 4 июля 1865 года все может быть помнят золотой полдень в этот же день на нашем полушарии президент линкольн произносит свой последний доклад перед конгрессом потому что его убьют до 4 июля 65 года а там у них на речке темза золотой полки вот оксфорд и вот мне удалось наконец побывать два года назад как раз до вируса вот место где жил люис кэррол вот в этих комнатах 30 лет подряд место заковано в камень если вы видели гири поттера то его вот там снимали там сейчас все сувенировать дом поттер но алиса тоже есть когда я побывал в оксфорде первое что я увидел но это относится и кэрролу и конечно толкину и клюису и ко всем оксфорд сам я увидел то чего о чем никто не знает посмотрите если от красчерча красчерч это колледж оксфорда где жил и работал товарищ кэрол вот если от него удалиться чуть-чуть на юг пол километра так сейчас я сюда вставил интересную цитату из ольги седоковой я прервусь на секунду я очень люблю седокова она переводила стихи для димуровой и вот она замечает о связи алиса со школьным возрастом это очень важно потому что в общем то книжка для школьницы первых классов как бы мы сказали сейчас хотели за такую-то школу не ходила конечно в обычную училась дома но эта книжка для семи восьмилетних и вот те из нас кто ее не читал в семь восемь лет особенно в переводе димуровой не читал те относятся по-другому а я не читал это очень важно это собственно отрезает поколение поздних шестидесятников от ранних семидесятников если вы посчитаете те кому в шестьдесят седьмом было семь лет шестидесятого года рождения те уже алису знали в нужном возрасте димуровского кто кто смог достать дефицитную книжку вот все три сестры алиса справа а вот оксфорд и видно колледж от тем за вот они плыли плыли вот когда они плыли на лодочке они вот это видели а что за огромный луг и почему не застроен потому что его подтапливает каждый год и как эколог но мне экологи сказали что нельзя строить это уэтланд то что у нас называется тем не разливается а просто подтапливает и вот прямо рядом с колледжем с этим которому там сколько 800 лет вот такое болото из которого пары идут и гуси ходят и всевозможные конечно призраки болот там засели они вокруг него гуляют вот здесь такая тропиночка вот это мы смотрим прямо туда куда они смотрели со своей лодочки проплывая мимо 67 год ему уже 35 лет солидный священник преподаватель оксфорда зачем-то его понесло в россию это отдельная тема она связана с его церковными делами но в общем то он был такой экзотический турист в это время ну ладно там петербург но в нижний новгород на ярмарку это я считаю уже большая большая экзотика то время по дорогам вот и этот рисунок самого керрола это слуга в петербургской гостинице который вычистил ему якобы его сюртук вот теперь связи с нашей культурой смотрите или из изумрудного города это моя идея может быть я не прав но в оригинале дороти и зачем волку понадобилось менять английское имя если это не указание может быть подсознательное на элис на алису нет другой причины а ведь волков написал еще в тридцать девятом переписал свою страну ос и значит он не читал еще конечно перевода даже оленича сорокового года он читал дореволюционные или там после но потом конечно кир булычева все идет снежным комом вплоть до поп-культурой но семьдесят шестом году еще до литературных памятников то есть по болгарскому изданию на самом деле высоцкий и олег герасимов создают свою пластинку я помню мы называли его первое советское рок-опера январь 76 значит герасимов конечно сделал очень вольное переложение димуровского текста между прочим из шестьдесят седьмого года а вот песни высоцкого это по моему мнению и мнению других высоцковедов конечно это одни из самых лучших его песен потому что талант керролла он переплавил и сделал то собственно о чем все говорили во всех интервью с димуровой вот ее интервью эту книгу я очень рекомендую и онлайн нету книжка редкая картинки и разговоры это цитата из первой страницы алисы которая заглянула в книгу читавшую которая читала ее сестра в книге не было ни картинок ни разговоров pictures and conversations эта фраза такая стандартная в каррелла веденье и что сделала димурова она просила 40 человек разных всевозможных режиссеров музыкантов художников естественно переводчиков само собой и создала такую книгу форум такой интерактивную вещь и это 2008 год одна из ее таких последних мощных предприятий и я был совершенно счастлив когда она предложила мне написать там главу в эту книжку о чем я скажу теперь популярность керрола в россии по моему это всем очевидно но надо повторить конечно для молодого поколения если кто будет смотреть абсурд 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 сюрреализм викторианский абсурд это детский сад само собой но мы же набрали уже столько абсурда тайная игра с абсурдом и все такое все говорят об этом некоторые прямо говорят вот олег липченко ваш земляк торонто он говорит сюрреализм то что доступно из мира свободные мысли ну конечно это он слегка загнул про свободный мир со столетней давности но само собой и потом он сделал здесь правильное замечание алиса только называется сказка это не сказка это сон это один из первых хороших отчетов о сне запись в общем то практически такая запись которую делаешь после сна потому что он записывая вспоминал то что он устно рассказал предыдущий день то есть запис записана фантазия без всякой структуры без всякого пропа без морфологии сказки без чудесного помощника без награды в конце без трех царств без клубка без колобка без ничего то есть просто набор совершенно не связанных вещей я помню в первых русских рецензиях на первый русский перевод было страшно это сказано это были 1880-е годы что это вообще бреда никуда не годится и так детей нельзя воспитывать вот этот мрачный господин создал изысканные довольно мрачные мало кому нравящиеся рисунки к первому изданию это пётр чуклев болгарин он иллюстрировал все от хоббита до гауфа действительно рисунки очень на любителя они мне не нравились когда-то я стал их ценить больше с возрастом и при чем тут болгария вообще почему русская переводчица на русский язык печатается в софи объясняю это все по с отчетом самой димуровой которая любила рассказывать эту историю была международная книга которая заказывала в основном в чехии восточной германии люди переводы и полиграфию переводы и книги то есть книги переводились на русский кем-то издавались в лейпциге или в праге и все были счастливы потому что бумага лучше оформление лучше картинки и все такое продавали в москве через магазин дружба я помню эти магазины все помнят может старшее поколение ну вот сидит какой-то чиновник история имени не сохранила в этой московской международной книги смотрят каталоги что вышло в болгарии вышла алиса 65 год он тут же заказывает 100000 экземпляров перевод пожалуйста заплатим но софийские издатели сказали ведь нельзя найти человека который переведет но с болгарского на русский невозможно с английского тем более болгаре нет такого человека начали искать москве и здесь я пропускаю цепь этих случайных обстоятельств и вышли на нину михайловну и которая как раз таким образом обошла всех маститых гидгизовских переводчиков что ее связали с болгарами алису опубликовали по русски в болгарии и вот диалог абсолютно из-за зеркалия когда димурова приехала получать гонорар в софию говорят почему вы не знаете почему мне говорить по болгарски вы же перевели алису я перевела с английского на болгарский нет на русский а почему получаете гонорар болгарскими левыми в софии гонорар выплатили книжку привезли в москву 100000 мгновенный дефицит у меня ее в детстве не было я брал почитать и теперь вот новости буквально свежие со сковородочки в этом месяце мы с болгарской замечательной исследовательницей анриеты ижековой нашли какой же собственно текст послужил триггером матрицы что это была книга за 65 года а это было первое так сказать вот вот теперь переиздание лазера голдмана которая была опубликована в тридцать третьем году и 30 лет не публиковалась он уцелел во время войны я боялся что он все-таки погиб холокосте нет голдман уцелел мы сейчас статью про него написали будет и по-русски и по-английски перебрались они в нью-йорк там много интереснейших подробностей но откуда взялся лазер голдман он был сын софийского торговца богатая еврейская семья и они посылали тогда мальчиков из болгарии учиться в стамбул но не в турецкий колледж а в американский старейший американский колледж называется роберт колледж он до сих пор существует он был основан в 1863 году для образования в основном христианских но не мусульманских мальчиков в атаманской империи и там учились два болгарских премьер-министра в общем очень элитная школа и вот лазер голдман справа фотография нью-йорке он умер 95 мы могли его знать но никогда больше ничего уже в америке не переводил на болгарский а слева это ему 23 года он оканчивает этот колледж и он перевел алису когда ему было 23 года абсолютно тот же возраст что на боковых о котором я еще скажу счастливая счастливая жизнь лазера голдмана вот это отдельная интереснейшая история но без него не было бы той книги которую увидел московский чиновник и заказал димурова перевод я мне кажется что димурова не успела узнать про судьбу голдмана но имя то было известно просто все болгарские исследователи говорили что имя известно кто такой не знаем и понятно почему они не знали естественно он кстати работал знаете где после войны в джонте в том самом гнезде сиониско-американских агентов он помогал евреям уехать из болгарии там сейчас осталось 1000 евреев почти все уехали в основном израиль ну вот а 78 год это уже тяжелая академическая артиллерия вы видите здесь мартина гарднера он тоже был математик на самом деле он больше был фокусник загадки он вел scientific american в течение многих десятилетий колонку загадок а внизу алексей андреевич липунов который в нашей школе преподавал 130 выходим городке новосибирском а причем тут липунов он рекомендовал алису для издания в литературных памятников он был член корр они написали кучу писем что там она имеет отношение к естественно научным теориям предвидела теории относительности логика зеркальность но вы сами понимаете многие из вас лучше понимают ну тем более кэрол был математик все сходится значит надо в памятниках туда включили огромное количество статей нужных и ненужных написали и русские статьи юлий данилов замечательный химик и полимат написал статью была статья профессора гелерштейна о путешествиях обратного времени на всякий случай но все в общем аппарат мгновенный дефицит я помню конечно же вот эта книжка у меня здесь уже закупленной в букинисти из америки алиса в стране чудес и зазеркалье кстати слово зазеркалье выдумал выдумала не димурова я скажу через пару слайдов кто вот эта книжка она другая кроме комментариев сделано много изменений и многие из нас кто смутно различают 2 2 версии не понимают куда делся дом который построил жук замечательнейшее стихотворение его нету во втором версия поскольку потом издавалась основ 2 это стихотворение пропал вечерний слон вечерний слон как много дум наводит он а юных пнях в краю родном где любил где отчий дом тоже пропало кое-когда издаются эти пародия дины орловской на стихи в переводах маршака и все остальное вечерний звон эта песня вот значит под котик стал черепахой квази это одна из тех вещей которую димурова не смогла перевести я не думаю что кто-то смог мог тёртл не переводится в принципе на русский и об этом я могу отдельную лекцию прочитать конечно потери неизбежны сама димурова цитата перевод искусство потерь иногда больше иногда меньше компенсировать важное слово и конечно хорошо когда ты близок автору созвучен по ну чувством и мыслям ну так она и я думаю бывает с хорошими переводами димурова была хорошим переводчиком у нее были хорошие предшественники разные неровные о каждом из них можно написать книгу и многие о многих они написаны статьи и по крайней мере я написал несколько зеркали всего один раз переводили владимир шкинази и псевдоним азов сатириконец двадцать четвертый год нет страну чудес переводили восемь раз причем перевод который принадлежит скорее всего михаилу чехову младшему брату антон павловичу обнаружен только совсем недавно совершенно случайно он был анонимный он прошел мимо всех он с картинками даже не с то чтобы в журнале в детском был девятьсот тринадцатом году вот и я просто назову парочку соня в царстве дива этой книжке осталось оригинала два экземпляра в нью-йорке есть один а в петербурге я боюсь сперли уже потому что я начал переиздавать и публиковать и как бы раскручивать книжку и теперь мне сообщают что ее там почему-то нельзя найти вот редчайшая книга мы ее переиздали дважды потому что ко второму переизданию видимо мы нашли переводчика перевод был анонимный переводчицу и переводчица совершенно замечательная об этом я отсылаю всех к моим статьям потому что здесь я могу похвастаться они есть и по-английски и по-русски кроме огромного количества известных имен вот по всей видимости это переводчица екатерина ивановна баратынская урожденная тимирязева первая учительница бориса леонидовича пастернака она его учила писать исследователи думают даже что почерк сходный вот они отдельный рассказ и димурова в общем-то от нее мало что взяла это алексейна соловьева младшая сестра философа владимира соловьева 900 уже девятый год очень интересный мрачный поэт символист она жаловалась что псевдоним аллегра она выбрала неправильный из-за мрачности она хорошо писала стихи и вообще была хороший литератор но к сожалению она не очень хорошо знала английский вот поэтому у всех свои пропуски и ограничения дим набоков конечно набоков был запрещен в россии как все могут помнить и димурова даже его имя упомянула однажды в печати случайно как бы пропустили но вообще не было известно ничего конечно а он ведь перевел это первое его вообще проза если не считать пересказ калабрюньона чуть раньше 23 год ему 23 года и она вышла в берлине аня в стране чудес очень интересная русификации вот здесь уже идет речь о принципах перевода о них придется сказать пару слов почему аня здесь очень интересное примечание вы помните кто была алиса в двадцать третьем году на слуху может быть не помните а я нашел даже сатирические стихи алиса езжай обратно в дармштадт это была императрица уже казненная ее звали алиса они александр в россии николашка и алиса имя алиса не годилась двадцать третьем году по-русски она вызывала не те коннотации раньше были алиса по-русски и позже были владимир азов по-видимому погиб париже при нацистах он эмигрировал в 30-е годы от него остался топоним за зеркалье потрясающее слово которое это он выдумал стихи ему перевела татьяна щепкина куперник мы все в детстве читали ее конечно тиранда биржерака и прочее в общем имена не случайные ашкенази был сатириконец вместе с ну как вместе со всеми от оверченко до маяковского теперь был ростовский поэт александр оленич гниненко и это алиса моего детства пятьдесят восьмой год вот два переиздания перевод не очень хороший его ругали конечно после димуровского он совершенно померк но в нем иллюстрации валерия алфеевского который все должны помнить гауф каверин все что угодно это был мой любимый алфеевский о нем конечно отдельную нужно писать книгу он иллюстрировал очень много всего так извините у меня что-то с а нет все правильно сейчас одну секундочку ушло я извините я точно буду говорить дольше потому что я только на маршаке видно меня ну вот самуил об ссоре опять что-то не то одна секундочку я починил я не то нажимаю от над восторга самуил я клич не переводил алису все это знают да а нет переводил пытался не опубликованный автограф двух первых страниц мне прислали из москвы класс я не знаю что с ним делать я плакал когда я видел почерк самуил я клича но что делают с двумя первыми страницами ну публикует наверно фоксимеле и все вот почему он не стал дальше переводить я думаю время было не то все-таки шестьдесят седьмой год это излет оттепели а переводила она еще при хрущеве так сказать а это ну если уж маршак не решился а впрочем кэрол был не его кусок хлеба тоже он перевел стихи он перевел знаменитого шалтая болтая еще в двадцать третьем году это отдельная с потрясающая история шалтая болтая это тюркское слово заимственно маршаком скорее всего из диалекта краснодарских кубанских казаков означает пустой разговор не нечто в этом духе встречается кстати у классиков у чехова у горького вот папа вильям морская кадриль кое-что еще интересно что стихи в шестьдесят седьмом переводила дина орловская она была племянница маршака об этом в предисловиях то не пишут примечаниях и об этом мы узнали только от димурова и уже позже она всегда охотно делила всей вот этой так называемой методата или кухней закулисной которая страшно интересно и в детстве я конечно предпочитал все примечания предисловия выполнение к текстам ну да трудная непереводимая алиса это все понятно это она цитирует по моему уолтера де ламара или уинстона отдана игра с языком философская игра все понятно переводить то как или тогда уж не надо и читай по-английски или переводить буквально есть буква листские переводы перевода кстати около 20 сейчас набралось один из последних юный украинский парень на русский он переводит назвал себя долго не думая игорь сирин потому что он очень любит набокова и взял себе набоков псевдоним по моему мнению небольшой перебор но может быть это интернет культура так обращается сейчас с переданием и прочими аватарами он перевел аню в зеркале не через зеркало но это примечание да очень много написано по-английски вообще написаны тысячи книг про кэролла прочитать невозможно их перевести тем более то есть даже димурова снимала как бы верхний слой но в ее то время еще было мало написано она цитирует книги тридцатых годов наиболее серьезная сейчас в общем кому не лень все пишут про все поэтому тем более что уже живых родственников не осталось главный спор детское или взрослое произведение в язык то должен быть разный может быть но конечно кэролл не был сентиментальным здесь она правильно пишет что он беседует с алисой как с равной и поэтому наверное все-таки димурова обращается колесе на ты точнее персонажи обращаются на ты и вот это почти неразрешимый по-русски вопрос потому что обращаться к ней на вы должен ли скажем болванщик там или гусеница говорите и вы или ты как только вы решаете что это что здесь должно быть меняется регистр текста димурова выбрала ты и сразу же поместила все таки это в разряд детской литературой независимо нет чего потому что все персонажи таким образом становятся более взрослыми это интересно потому что в те же годы александр щербаков сказал вы и создал более такую вежливую викториан скую среду в которой и вести себя можно немножко по-другому опять же оба варианта возможны вот тут мы столкнемся с этим интересным раздвоением и расщеплением текста потому что я скажу об этом и дальше потому что я ведь буду говорить сегодня не только русском языке на десерт я припас другие языки также которых димурова вложила свой вклад мы все еще говорим они не михалами как которая пишет они часто писала она же филолог переводчик вообще не обязан давать примечания это делают филологи она носила эту шляпу она писала для всех нас как это сделать она давала нам мастер-класс не только текстом но и своими грубо говоря студиями своими статьями если угодно книгами передать дух подлинника все понятно но как вот к сожалению приходится критиковать то что нам не нравится куда денешься и в печати это не всегда возможно здесь уже ее позднее интервью в интернете она бы конечно не сказала в 60-х годах что за хадера октябряцко пионерский задор я может быть не полностью согласен за хадер очень талантливый писатель но конечно переводы которые сейчас публикуются когда люди вставляют свои собственные шутки и анекдоты я уже не буду дальше говорить это уже за пределами шкалы димурова и орловская нашли замечательнейший ход они пародировали английские стихи известные советским детям это уникальное стечение обстоятельств то что все знали шалтай болтай дом который построил джек я напоминаю первая книга маршака 1923 год шалтай болтай это переведена английская песенка дом который построил джек со всеми его итерациями может быть кто-нибудь все-таки читал замечательную работу из израиля где дом который построил джек возводится к стихотворению из пасхальной хагады о козочке которую купили за 10 зузим это каббалистическое стихотворение она известна со средних веков пасхальном фольклоре маршак был в детстве сианистом он был в палестине до революции еще жил в лагере в тогдашнем поселенцев писал стихи первая книга его была сианистские произведения стихов до революции само собой в общем интереснейшие вещи но тут я конечно не не примену сказать пару слов о снарке потому что я тщательно избегал этого слова снарк охотно снарка это третья вещь керрила наиболее печальная наиболее трагическая поэма полностью он поэм то вообще больших не писал больше и так случилось что опять же очень уже давно в семьдесят пятом году еще я учился в университете в новосибирском не только я эту поэму вдруг взял и перевел а тогда никто еще не переводил позже я вычислил что примерно в это же время чуть позже начал переводить ее гендельсман тоже в издать и конечно ну вот а как перевести конечно нужно показать эксперту мы тогда в академгородке так и делали с научными статьями а почему бы не послать димурова и собственно говоря это интересно многие мои друзья называли это комплекс бобчинского если вы помните там он говорит хлистакова уж там скажите петербурге что есть такой петр иванович бобчинский но бобчинский ведь только говорил сказать а у меня же еще была рукопись какая-никакая в общем послали там история отдельная как нашли адрес передали с оказией конечно не по почте чтобы не пропало но не михайловна мне ответила написала позвонила и с тех пор мы изредка довольно переписывались ну 40 почти лет по разным поводам и я работал над исправлениями на пи она пыталась помочь напечатать напечатали первый раз 2001 году это новосибирское издание 26 лет спустя окончание это юношеский перевод здесь всякие детали конечно я следовал всяким славянским фольклором и очень разные связи были например 87 уже в перестройку она меня направила к наталье леонидной рахмановой переводчицы хоббита в питере но тоже безрезультатно мы не опубликовали тогда в россии и потом через много лет московские знакомые нас снова соединили и тогда уже это все отразилось обратно в зазеркалье уже не михайловна представила значит меня и других моих друзей североамериканскому обществу льюиса керролла в котором может быть сотни членов и в основном коллекционеры и все 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 кто хочет дважды в год собираются митинги эти конференции сейчас виртуальные и с этим обществом связавшись неожиданно для себя шесть лет назад я вдруг снова обратился к тексту димуровой потому что ну во первых я пояснял им всякие вопросы связанные с русскими переводами ведь керроловой веды англоязычные им переводы не нужны только единицы из них занимаются переводом они же не переводят ни на какие языки поэтому они переводят допустим то что написано керроли в другие на других языках вот статьи димуровой переводили на английский вот на что получилось пятнадцатом году исполнилось алисе 150 лет и в абсолютно в керроловском духе совершенно безумный меценат джон линсет из клевленда собрал людей они опубликовали тысячу страниц нет больше тысячи три огромных тома называется алиса в мире стран чудес только о переводах на все языки ну конечно собрать все переводы под одной обложке было невозможно они сделали главу о чаепитии ну кто же будет читать на всех языках они попросили людей говорящих на этих языках сделать обратный перевод и сравнить с керроли 174 языка включая эсперанто и все что угодно сейчас уже за 200 вот это совершенно книга как словарь читать очень интересно очень тяжело тяжело таскать с собой онлайн нету версии очень интересная книга ну вот естественно понятно что я не утерпел и и сказал им каких языков у них в списке нет но естественно мне попросили как-то позаботиться об этих языках и связали с майклом эверсоном который очень интересный человек шотландии он американец сам он создал юникод один из создателей то чем мы пишем буквочки компьютерные 90-х годах на всех языках мира все письменности он один из крупнейших в мире алфавитчиков наборщиков если угодно но создателей компьютерных письменности и шрифтов и он также керрола любитель и вот он начинал начинает публиковать переводы на всевозможные языки по своей матрице вот они пожалуйста наверху мы с ним переиздали соню а внизу если вы разглядите здесь две версии на идише причем средняя на буква еврейскими буквами нижняя латинскими для тех кто на еврейских буквах не читает а есть и такой способ видите даже жалеют людей это идише вот а вот это первые переводы он переиздал над которыми еще сам керрол работал с немецкими французским переводчиком и это очень интересная история потому что керрол сам понимал что книга непереводима и сохранились его указания переводчиком и даже благодарность в печати за то что они сделали а сделали они очень просто сделали они то чего димурова в общем то не пришлось делать они заменили керроловские пародии на английские песенки пародиями на детские песенки их культур немецком был танненбаум во французском фреры жаке и все что надо то есть сразу узнаваемые детские песни они пародировали это интерактивный в общем то мы бы назвали уже это компьютерной игрой и получается что керрол сам это и придумал потому что это наиболее простой ход у димурова ход гораздо более сложный филологический возможный далеко не везде и требующий познаний филолога то есть получилось вот именно так что ее первый болгарский перевод был в духе керрола дом который построил жук а второй академический был реально филологически академическим потому что они все-таки набрели там много других вещей пришлось сделать но собственно и первый был не полностью заменен вот поликсе на соловьёва например она заменяла пародиями на полтаву на евгения онегина вот заходер уже на маяковского в общем такое окошечко в культуру это в принципе тоже допустим и вот значит с эверсоном это издательство ever type все могут посмотреть онлайн он издал сейчас более сотни переводом он издает всевозможные другие керроловские книжки не только переводы и вот мы переводни на михау на переиздали в прошлом году к 90-летию технически если угодно это первый в великобритании первое издание ее перевода мы переиздавали английскую версию с примечаниями нашли кучу интересных вещей нашли несколько слов которых не было там потому что все русские переводчики работали по первому изданию керролов а керрол в одном из последующих изданий вставил несколько слов и этого никто не читал вот значит мы дополнили дальше не михауна дала нам разрешение чтобы мы использовали этот перевод почему мы хотели его использовать мы искали новых переводчиков на мы знали что не все новые переводчики которые замечательно знают свои языки знают английский настолько же хорошо и мы решили использовать димуровский перевод как матрицу как 3 и как не как подстрочник а как мастер-класс как указатель как основу для новых версий и конечно с оглядкой на английский что было оглядка я написал координационную таблицу димуровского перевода собственно размером в небольшую книжку почти в лесу и вот так вот пришлось работать им нам удалось найти я очень рад что у нас сейчас присутствует прямо на живом зуме из якутской раиды гаврилина попова якутский литераторы журналист которая закончила якутский перевод впервые мы уже издали девять штук еще несколько и издана как бы с нашей подачи на без нас вот на всевозможные языки бывшего ссср не только я рекрутировал и за пределами тоже все они очень замечательно это все история которая требует отдельные книги под названием наши приключения в мире переводов керролла но это все возможно было только потому что мы отталкивались от перевода димуровой вот аида эгембердеева поэт из бишкека прежних прежнего фрунзы киргизский перевод вы видите единую обложку эверсона шорский перевод 3000 шорцев сохранилась это первая иностранная книга технически переведенная на шорский вот где горная шория находится если угодно люба арбачакова была аспиранткой моей учительницы новосибирске все только по знакомству все связи мария чертыкова профессор в абакане профессор хакасского языка это все тюркские виктор шаповал перевод на цыганский так называемый северно-цыганский диалект русско-рома на котором вообще литературы не так много и конечно же шляпник безумном чаепитии поет не твинкл твинкл little star пародию а гори гори моя звезда тут мы попали в нужное солнечное сплетение и кэрол был бы чрезвычайно рад это оно и есть я не уверен о сходстве романса общих корнях романса и английская песенки на чего не бывает башкирский язык замечательная переводчица гузаль седыкова которая переводила сказки андерсона тень шварца мы работали с с ней и в общем вот я подытоживаю для многих народов это вообще первая английская книга переведенная на их язык хотя на некоторых публиковались где-то ссылки в сыктывкаре в тридцатых годах кто-то переводил робинзона круза само собой не без этого но очень трудно найти этих людей мы же не платим и на раз это принцип потому что если заплатить то те конечно переведет кто угодно с интернета гуглом переведут а тут мы работаем и необходимы консультации иногда очень значительные необходимо одомашнивание это подход самого керрола как я уже говорил стратегия болгарской версии димуровой во многом и конечно майкл эверсон у нас очень хочет чтобы вместо пародийных песенок хотя бы частично вставлялись элементы местной культуры но многие переводчики этого не захотели и мы им не препятствуем пусть переводят пародии на английские песенки того времени вот им то я и благодарен и не михайловна уже последние годы знала я надеюсь об этом об этой нескончаемой совершенно игре абсолютно в духе керрола и то есть алиса у нас тоже не замерзла как викторианский текст 50 лет назад шестьдесят седьмом или семьдесят восьмом году мы все еще и и мы все еще с ней работаем собственно говоря я ее знаю наизусть выучил практически лизусть только в последние пять лет потому что я помню где что находится и она находится постоянно в работе я считаю что это замечательная судьба и книги и переводов и человека и всех этих комментариев и мне остается только представить как бы был счастлив сам чарльз дотсон люис керрол если бы обо всем этом узнал это совершенно потрясающая судьба на всех языках я закончил свой краткий доклад я могу о каждом из этих слайдов говорить еще пару часов не говоря уже про переводы на все другие возможные языки за пределами бывшего советского союза все вопросы большое спасибо можно включить можно включить микрофоны огромное спасибо это было очень интересно и у меня по праву хозяина дома одно небольшое замечание относительно поп-культуры а по поводу не любви димуровой к поп-культуре я бы хотела прорекламировать очень-очень настоятельно любителям алисы в стране чудес а также и алисы в зазеркалье двухсерийный фильм который был сделан не бертоном вот бертон то как раз это чистая поп-культура в 1999 году вышел великолепнейший совершенно двухсерийный фильм который выпустила компания холмарк и в этом фильме к тексту авторскому относятся с такой любовью и с таким придыханием и все персонажи этого фильма они до такой степени кэроловские и все что там происходит это необыкновенная совершенно экранизация керала лучший мы не видели так что те кто хотят те кто хотят посмотреть хорошую настоящую экранизацию смешную забавную остроумную и вообще всячески всячески нами любимую 1000 фильм 1999 года режиссер ник вывинг я больше ни одного фильма его не видела но уже ради этого фильма стоит его фамилию запомнить вопросы у кого-нибудь пожалуйста задавайте саша роткевич у тебя вопрос ага давай виктор а вам не приходилось видеть перевод так сказать на язык балета алисы дело в том что у нас в торонто поставили совершенно на мой взгляд замечательный балет алиса в стране чудес я его два раза видел нет я не видел а есть несколько опер конечно ну и всякая другая музыка нет балета я не видел да а еще один вопрос я просто забыл вот у вас была первая первый перевод вашей жизни это алинички и нянко да и у меня кстати тоже но я его брал в нашей университетской библиотеки и вот у меня даже я не помню то ли это было издание сорокового о котором вы говорите то ли вы потом переиздавали нет его переиздавали 40 очень редкое ростовское издание без картина калфеевского а нет потом переиздали дважды пятьдесят восьмом уже хрущевское время пятьдесят восьмом и по моему шестидесятом переиздали в москве где дгизи вы по моему да 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 это мы все читали и в общем очень много именно до димуров всякого относится именно к этому переводу потому что все остальные были очень старые и малодоступные я отдельно занимался переводом дактиле это двадцать третий год о нем ничего хорошего о дактиле я сказать не могу перевод неплохой вот дактиле ты который френкель марш энтузиастов марш буденного все знают вот не в ночь а быть помену скажите пожалуйста виктор да пожалуйста владимир владимир я хотел поддержать ремарку о балете мы смотрели здесь с моей супругой в лос-анджелесе эту самую постановку канадского театра хотя сейчас он уже идет разумеется во многих других местах постановка кристофера уэлдена если я не ошибаюсь хореография имели честь за кулисами пожать господину руку прекрасный совершенно балет идет теперь и в royal opera house в лондоне то есть это балет мирового масштаба но что там от кэролла мне трудно сказать там была одна очень странная тема которая нам не очень понравилась сцене безумного чаепития почему-то были введены пара персонажей изображающих ортодоксальных евреев по-моему несколько пародийно я не понял причем тут это вот может быть специалисты по кэролу скажет было ли у него какое-то особое отношение к ортодоксальным евреям или это вообще хореографа вот но в целом балет прекрасно спасибо спасибо еще вопросы пожалуйста поднимите руку если хотите задать вопрос чтобы мы не говорили все одновременно который вы говорили или на он называется алиса в стране чудес сейчас я вас секундочку уточню потому что компания hallmark его надо искать называется ellis ellis in wonderland почему-то я не знаю об этом фильме но я мало знаю об экранизации это совершенно прекрасная экранизация великолепная и вообще hallmark отличился тем что они наряду с тем что они известны как производители всяческой сентиментальной ерунды они сделали несколько абсолютно сногсшибательных экранизаций литературы мы видели великолепнейший совершенно трехсерийный фильм при путешествии гулливера абсолютно не детский полная версия гулливера со всеми удивительными приключениями потрясающий там бюджет какие-то какой-то невероятный был потому что то что они там сделали просто просто фантастика великолепнейшее путешествие барона мюнхауса на регида выпустил выпустил форму hallmark и вот это алиса это это удивительные да и тысяча одна ночь называется arabian nights двухсерийный фильм совершенно блистательный абсолютно лучшего я не видела это стопроцентное попадание и вот то как они сделали алису до какой степени они бережно отнеслись вообще к духу кэролла и к его слову это это замечательно а я хотела спросить вот что ведь димурова это не только алиса димурова это еще масса другой литературы вот как вы сталкивались с ее другими переводами или вас интересовало только конкретно ее писал только ее переводами с переводами я мало сталкивался конечно петер пен хотя мне больше всегда я больше читал пьесу она в переводе за хадера пьеса по петру пенна петер пенни как-то никогда не был даже близок и честно говоря ее переводы детской литературой английской они были опубликованы когда я уже был совсем не ребенком поэтому волшебный сад маленькая принцесса лорд фон лерой в этом я одних ничего сказать не могу я собственно говоря не читал честно признаюсь я читал ее статьи начиная вот 70 года и для меня она была всегда одновременно и переводчиком и филологом можно даже сказать больше филолог чем переводчиком потому что ну перевод есть перевод а вот когда человек начинает объяснять всевозможные вещи это не каждый ты не может то есть это должен быть не только филолог но и преподаватель этого всего вот этим она и занималась хотя есть есть разные переводчики и разные переводы пересказы и опять же я не хочу сегодня говорить ни о каких так сказать постмодернистских вещах и нынешних всяких у меня про это много написано и я сейчас и и про снарка написал такие вещи но вот димурова помогала всем не только мне у нее много народу присылала ей свои рукописи конечно я думаю алису и не присылали вряд ли кто-то это делал а вот снарка например посылали очень многие и она очень терпеливо с ними разбиралась вот потом она и публиковала много об этих переводах девяносто первом году у него вышла интересная статья вальмонахи-переводчика про переводы снарка где она сравнила четыре из них сейчас около 40 переводов это это поэма хотя она большая она побила рекорды по моему чуть ли не эдгара по крайней мере ворона википедия только 22 перевода перечисляет конечно есть намного больше вот почему-то все хотят переводить снарка но переводят его странным образом думает что это эксцентрическая такая поэма смешная забавная она вовсе совершенно и не проект вот на не делят ошибку разделяют заблуждение викторианской аудитории которая тоже думала что это смешная вот есть вопрос да известно что гокман был первым таким нашей цивилизации литературным сюрреалистом и в общем он открыл целую целое зазеркалье которое замечательно вошел гоголь потом булгаков и так далее он интересно очевидно совершенно что кэрол открыл своей алисой и дальше с нарком тоже кстати вот этот вот потрясающие как сказать жанр какая сюрреалистическая сказка интересно знаете ли вы кого-нибудь там которые продолжают вот это направление шутливого сюрреализма это вопрос может быть даже не ко мне потому что это нужно искать каких-то каких-то углах фэнтези современного по-русски точно не знаю а по-английски ну все эти психоделические ребята филипп кейт дик и вся компания они пытались что-то такое писать но они не в ту степь пошли очень веселый был очень веселый был он писал о хогбинах ну да как мы помним прекрасно мы читали в юности замечательная было замечательно я не помню автора это было совершенно гениально когда 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 дух шекспира это вроде саймок но это абсолютно караловские ходы такие дико смешная вещь очень интересно но в целом интересно знаю поскольку вы поскольку вы стыкуетесь с караловцами если если сейчас какие-то современные вот писателя не знаю язычные которые вот как бы продолжает вот эту вот веселую королиану каролианы полно все сиквелы благо копирайта уже нету с 908 года пишут циклы вот эверсон опубликовал что 50 разных хорошее есть хорошее есть наверное хорошее я все же не читал вот есть пародисты пародии легче а так чтобы самому что-то такое хорошую фэнтези очень много просто они как бы по умолчанию идут на какие-то психоделические тексты трудно сказать честно говоря я я не думал об этом потому что я думаю что искать нужно в хорошей современной фантастики фэнтези на грани с фантастика не сливаются потому что ну но не знаю так сходу не могу ответить но были ведь всевозможные нет если говорить о детской литературе наверно тут нужно различить потому что ведь это про литературы они же разделились на детскую и совсем такой взрослый правда вся эта психотерапия потому что вы активно завязаны с нашими замечательными каролианцы очень они в основном занимаются легким жанром люди они занимаются пародиями всевозможными пересказами ну грубо говоря вторичными вещами жалко потому что скажем вот это вот линия потрясающая там гофман гоголь там вулгаков и так далее это очень сильно в общем-то а кстати скажем такое вот не совсем сюрреализм а вот то что делают латинско-американские вот писатели там например магический реализм они да они это называют магический реализм это то что идею делают там борхес маркес давно не делали нет конечно борхес имеет прямое отношение к кэролу я бы даже сказал что ну там игры нет там есть замечательно это огромная тема и так сходу очень трудно сказать дело в том что в английском я сейчас скажу вот что мы говорим мы ведь говорили про русские переводы значит нам нужно искать либо мы говорим об англоязычной традиции про есть ли продолжение кэрола в англоязычной традиции думаю что вообще англоязычная литература немыслимо без кэрола это было и у джойса собственно говоря там это все совершенно очевидно и непереводимы еще большей степени а потом уже кого кого не поцел кого не поскребешь там там все вылезает то есть там у них уже все они в абсурдизм упали а они в абсурдизм упали ну кто куда милн барин упали в общем детская литература конечно невозможно без цитат викторианских любых вот да и взрослые тоже наверное кто их знает надо искать хорошей фантастики я думаю я не знаю что сейчас является хорошей детской литературой в принципе можно конечно связывать все что угодно с чем угодно можно роулинг обратно связать с кэролом если хотите но ведь вопрос идет о массовой культуре алиса стала массовой викторианской культурой более 150 тысяч экземпляров тиражи в при жизни кэролом на мой совершенно невозможное количество библия в каждой детской было алиса вот так примерно кстати есть такое расхожее понятие цитирует его конечно что англичане чаще всего цитирует библию и алису и конечно подсчитать это невозможно как это считаешь вот число цитат может быть говоря говоря о сиквелах тебе стоит упомянуть о своей книге хотя я себя на другой жанр себя то я не хочу рекламировать но если кому интересно на амазоне есть алиса и машина времени где я соединил кэролас дарвином и уэллсом алису а там ассистентка дарвина в музее в оксфордском да так тоже есть да греша привет пожалуйста еще вопросы и вопрос григорий вопрос есть григорий яблонский приветствую есть еще вопросы давайте если вопросов нет я на несколько минут буквально хочу занять ваше внимание оказывается я из-за записи не могу минимизировать минимизировать у себя зум но не страшно я тут нашла маленький фрагмент перевода димуровой окончание алиса в зазеркалье одну секунду я его сейчас найду в окончательную редакцию этот фрагмент не вошел потому что теннил который делал иллюстрации настоял на том что он не может как следует проиллюстрировать этот фрагмент и поэтому этот фрагмент из книжки был выброшен но этот фрагмент не могу я его найти на телефоне я остановлю на минуточку запись нет не получится у меня виду шмель в парике шмель в парике да совершенно верно ну вот он у меня есть в книжке прочитайте его пожалуйста есть что ли маленький фрагмент хорошо значит это действительно фрагмент из зазеркалья где алиса встречается с насекомым которая в английском оригинале оса воск да поскольку насекомое мужского пола не михауна решила его сделать шмелем энтомологи сейчас очень сильно сокрушаются что она нас не спросила потому что есть русское слово шершень которая означает большую кусачью осу а шмель вообще совершенно другое насекомое жужжащие и не особидное ну это же кусачие конечно поэтому эверсон даже предложил при переиздании переименовать его в шершня но пока мы этого на это не потух не покусились она совсем уже собиралась перепрыгнуть через ручеек как друга услышала глубокий вздох казалось кто-то вздыхал в лесу у нее за спиной кому-то там очень грустно подумала алиса с тревогой вглядываясь в лес на земле облокотясь от ствол съежившийся дрожа от холода сидела какое-то существо весьма похожее на дряхлого старичка только лицом она больше проходила на шмеля давайте я буду говорить шершня пусть больше мель я по-моему ему ничем помочь не могу решила алиса и повернулась чтобы перепрыгнуть через ручеек и все же я спрошу она подошла из особой правда охоты бог болят мои старые косточки болят бормотал шмель должно быть это ревматизм подумала алиса склонясь над ним надеюсь вам не очень больно спросила она мягко шмель только пожал плечами отвернулся господи прошептал он что я могу для вас сделать продолжала алиса вам здесь не холодно и пристает и болтает господи что за ребенок если обиделась ей очень хотелось повернуться и уйти она подумала может это он от боли такой сердитый разрешите помогу вам сесть по другую сторону дерева там не так дует шмель взял алису под руку перешел в другую сторону усевшись сказал снова и пристает и болтает неужели не можешь оставить меня в покое хотите я вам немного почитаю предложила алиса подняв газету лежавшую его ног может читать если хочешь сказал угрюма шмель тебе вроде никто не мешает и алиса усела с ним рядом и развернув на коленях газету сказала начала последние новости поисковая партия отправилась снова в кладовую и обнаружила там еще пять кусков сахара довольно большие и хорошая сохранность на обратном пути а сахарного песку там не было прервал алису шмель алиса быстро просмотрела страницу нет насчет сахарного песку ничего не сказано сахарного песку не нашли проворчал шмель тоже мне поисковая партия обратном пути обнаружили озеро киселя берега озеро были сине-белыми походили на фаянс во время снятия пробы приключилось несчастье два члена экспедиции были поглощены пыли что сердика спросил шмель поглощены повторила алиса по слогам такого слова в английском языке нет сказал шмель но в газете есть робко возразила алиса пусть они там и остаются сказал раздраженно шмель леса отложила газету боюсь вы неважно себя чувствуете не могу ли я вам чем-то помочь это все из-за парика проговорил шмель смягчаешься ты бы тоже сердилась если бы у тебя был такой парик все только и делают что с разные шутки про него шутят и пристают но я и сержусь а еще охлаждаюсь достаю желтый платок и подвязываю щеку вот так алиса с жалостью взглянула на него подвязывать щеку надо если зубы болят сказала она очень помогает от зубной боли и от чванство тоже сказал шмель тоже болезнь вроде зубной боли спросила она мель на минуту задумался да нет это когда голову держишь вот так высоко а шею согнуть не можешь это прострел сказала алиса это не болезнь заметила алиса а вот и нет ответил шмель подожди пока сама заболеешь тогда и узнаешь когда ты ее подхватишь повяжись желтым платком это тебя живо исцелит словами шмеля развязал платок алиса с удивлением увидала что на голове у него надет парик ярко-желтый весь трепанный запутанный словно груда водорослей вы могли бы привести свой парик в порядок если бы у вас был гребешок значит курица с большим интересом у тебя значит есть принесешь это другой гребешок пояснила алиса им волосы расчесываю я тебе расскажу как этот парик у меня появился сказал шмель молодости знаешь у меня волосы вились тут алисе пришла в голову забавная мысль не могли ли бы вы рассказать об этом стихами попросила алиса очень учтиво многие из тех кого она встречала в этой стране читали и стихи и она решила испытать шмеля я этому не обучен отвечал шмель ну да ладно попытаюсь подожди-ка когда легковерен и молод я был я кудри растил и носил и любил но все говорили о сбрей же избрей и желтый парик заведи поскорей я их послушал и так поступил и кудри обрел и парик нацепил но все закричали взглянув на него признаться мы ждали совсем и того да все говорили он плохо сидит он так не к лицу вам он так вас простит но другом и как было мне дело спасти уж кудри мои не могли отрасти и и нынче когда я не молод и сед и прежних волос рисках моих нет крикнули полно безумный старик и сдернули мой злополучный парик и все же куда бы ни выглянул я кричат грубиян простофилия свинья о друг мы каким я обидам привык как я поплатил парик я вам очень сочувствую сказал алиса от души по моему если вы ваш парик сидел лучше вас бы так не дразнили твой-то парик прекрасно сидит пробормотал шмель глядя на алису с восхищением это потому что у тебя форма головы подходящая правда челюсти у тебя не очень хорош и вкусить как следует не сможешь расхохоталась но тут же постаралась сделать вид что ее одолел каши наконец и удалось взять себя в руки она серьезно ответила я могу откусить все что хочу с таким-то ротиком настаивал шмель вот скажем во время нападения могла бы ты ухватить врага зубами за шиворот боюсь что нет отвечала алиса то-то сказал шмель это потому что челюсти у тебя короткие зато макушка у тебя круглая и хорошей формы с этим словами он снял собственный парик и протянул лапку к лисе словно хотел сделать тоже с нею но алиса отошла подальше сделала вид что не понимает намека и шмель продолжал свою критику а твои глаза очень слишком они святы двинуты вперед это точно одного бы хватало вполне зачем два если они так близко посадки и понравилось посмели и так разбирает и видя что он совсем оправился разговорился она решила что может спокойно идти дальше пожалуй мне нужно идти сказала она прощайте прощай спасибо тебе сказал шмель и алиса снова сбежала вниз по склону довольная что задержалась несколько минут и успокоила бедного старичка замечательно действительно не вошедший кусок который отыскали между прочим много десятилетий спустя в архивах уже не при кероле и это перевела димурова для вот этого академического здания спасибо большое еще вопросы пожалуйста а нельзя выложить ваш ваша презентейшн на сайте как-нибудь чтобы можно было вернуться и посмотреть еще раз какой сайт ну хорошо а у вас нету сайта декамироне сайта нет будет запись вот я я записываю сегодняшнюю встречу если виктор если виктор не будет возражать то я могу эту запись отправить ему а он разошлет ее всем желающим можно и так если вы на youtube не ставите то можно разослать а почему не поставить на youtube например ничего мы такого не сказали вроде да мы не в россии не в беларуси я поэтому и говорю что мы ничего такого не скажем а может быть можно эту презентацию к нам в группу фейсбук фейсбуковскую группу переводчиков торон ну да группа художественного перевода торон так что куда куда вам угодно друзья еще еще вопросы есть о димуровой о ее переводах я знаю что все устали но просто я могу бесконечно рассказывать про эти вещи а но есть еще докладывать которые я у ильи делал там по моему он еще есть ей его запись да я хотел еще пару слов сказать про екатерину иванну баратынскую все таки первые переводчики вот типа 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 лазера голдмана это совершенно особая группа потому что им же не на кого опираться они абсолютно торят дорогу первый переводчик это всегда очень интересно и вот этой я отсылаю всех желающих своим статьям которые я могу просто прислать всем кто хочет они есть и по моему в сети что же что-то должно быть и по-русски по-английски но кто издал и перевод очень интересный кто его читал вот это совершенно неожиданно получилось москве была типография которую держал это 1879 год еще александра не убили до 81 убьют александровские дни 2 александра типографию держал анатолий иванович мамонтов старший брат совы иванович ну сову все знают там левитан серов шаляпин станиславские все по списку усадьба мамонтовых вот а анатолий был старший брат и он был типограф он издавал много лет у него через много лет издаст свой первый сборник стихов цвета его в центре москвы не знаю что там сейчас и вот когда они напечатали алису она продавалась у него в магазине там был и книжный магазин при типографии детский и у меня появился вопрос а кто же ее читал и я предположил что ее читала конечно семья мамонтова потому что у них были девочки мальчики там и почему бы им не почитать в папином магазине книжку новую я начал смотреть кто это самый известный человек из этой семьи по возрасту вполне подходящий для чистки алисы это вера савишна мамонтова известная нам как девочка с персиками это . это племянница издателя другие три дочки издателя служили моделями для всех художников от вас нецова до серова и если вы посмотрите на иван царевича на сером волке вас нецовского то вас нецов писал его с двух мамонтов ских дочек и аленушку тоже аленушку не знаю с кого в общем они все в обранцеве жили летом в имении совы антокольский его там учил скульптуры делать они все все всех знали ну как сегодня даже народа то меньше было а поскольку художникам же не только пейзажи нужно писать но и людей а людей кого они будут писать там нести ровор от рака писал сельской девочки а так они писали мамонтовых или пили там и все такое поэтому серов у них там жил в 12 лет как бы воспитывался тоже в абранцеве я даже связался с администрацией музея абранцева и значит они мне сказали что существу даст я из архива собственно искал они мне сказали да существует рукописная история мамонтовых написанная самым ивановичем но она к сожалению в одном экземпляре рукописной тетрадкой находится в музее сканировать не можем то есть это понимаете сто лет прошло с лишним а сканировать уже некому а вот у меня возник вопрос в связи с этим с со сканированием вот эти вот два экземпляра издания по моему 15 года до которые одно из которых в питере было и не так и это и есть мамонтовское издание сервис года вот американская отсканирована она доступна американская нет его можно купить на амазоне а вот русская сканированные доступна в сети вот вот та самая которая в питере но сначала отсканировали а потом видимо сперли а московские сперли еще в семидесятых годах в ленинге тоже был вот но шанс к этому тоже интересная библиомания на экземпляре американском надпись в итальянский карандашом нас на обложке алиса в стране чудес по-итальянски написано и от я начал интересоваться откуда вообще взялся экземпляр он нью-йорке библиотеке его купили на сотби 50-х годах лондоне видимо недорого я само собой пишу в сотби у них всех книги сохранились и выяснилось что был такой ореоли итальянская итальянский букинист в лондоне в общем это отдельная история у меня большое подозрение что эта книга при он во флоренции и в лондоне жил у меня большое подозрение что эта книга пришла из флоры из флоренции с русской эмиграции они захватили ее туда потому что на на титуле также есть дата апрель 25 года вот замечательная русская церковь да там там много всего до сих пор там была большая община там все в общем вот видимо как-то эти книжки вообще они настолько драгоценны и вот было еще несколько интереснейших изданий про них мы тоже пишем в разных статьях и эверсон все затеял переиздать старые русские переводы там есть совершенно драгоценные вещи димурова кстати успела сделать предисловие к переизданию первого перевода называется соня и наполеон потому что там мышь которая у керала пришла с вильгельман завоевателями у димурова если вы помните в первом русифицированном переводе она пришла в москву с наполеоном сумки в ранце у французского солдата есть несколько а понимать это 1879 войну и мир читают все только что только что вышла война и мир и я нашел эпизод войны и мира может быть некоторые помнят когда французы вступают смоленск и жгут зерновые склады и набираю набивают ранцы зерно именно зерном чтобы с собой значит вести и вот я совершенно уверен что переводчица имела ввиду именно этот эпизод мышь в ранце у французского солдата набитое зерно это элементы викторины в этом переводе в первом о нем у меня специально есть большая статья там есть элементы загадок которые рассчитаны на умного читателя но некоторые из них оформлены таким образом что догадаться невозможно и мне вот что кажется мне кажется что этот перевод был сделан вот знаете как кэрол джи рассказывала лесу девочкам это была домашняя вещь для не для печати это они дома так играли и машина очень мощный рассказ и вот кажется первый перевод был сделан примерно так же он был сделан для своих дома и они там играли в загадки в текст а при публикации не убраны то есть читателю трудно догадаться о чем идет речь если неизвестно сама шара на некоторые мы разгадали еще вопросы друзья если к виктору еще вопросы а почему они не могут почему они не могут просканировать музеи в этом а низко нет в музее я не знаю не это библиотеки в нью-йоркской нет скандинь я говорю о сканировании то что вы говорили об рамцу об рамце что они не могут просканировать ну если я но если я им заплачу 200 долларов конечно они сканировали о том чтобы кто-то пошел и сканировал правильно если это интересно так можно собрать деньги отправить это отдельная история авторские права уже исчерпались на он счастливым образом в восемнадцатом году да да авторские права исчерпались вот значит можно послать им ручное сканирование устройства они меня приглашали приезжайте работаете там то есть это не это не то чтобы они не хотят они просто не делают не доходят руки ну да не ну там сейчас не время видимо с абрамцем связаться там сейчас большой скандал крупный такого политического уже когда там не бывали скандалы политического характера что вспомню потому что я совершенно не все а давайте я вам прочитаю список который похвалил они на михал это мой стих я и посылал все что я пишу я пишу по-русски стихи уже много лет и вот это стих примерно 2003 года где-то то есть уже недавних времен и она она все получала она писала мне от руки открытки иногда время от времени один раз она меня немножко пожурила что я где-то написал что она хорошо от ну наверное я написал лучше чем она относилась к переводу набокова она его ценила не слишком высоко но в то же время ценила это отдельная история набок и у меня отдельно написано это очень интересная история кстати тоже из разряда первых переводчиков потому что он не читал других переводов до своих ведь понимаете что такое первый переводчик это когда ты не читал других технически ты тогда не потому что ты первым перевел но с тебе не были известны другие переводы тоже так бывает вот у набокова именно так алиса до него переводилась но он русских переводов этих не читал до стих и стих просто памяти можно сказать как-то посвящается не михалны просто я вспомнил что она отреагировала и сказала что это это все так слепи себе из пластилина очередного властелина в зеленой тоге без лица дай в лапки липкие монету как потемневшую планету где жить придется до конца под властью этого слепца потом сожми его в комок чтоб больше зла творить не мог чтоб дать урок другим тиранам забрось в коробку под диван потом прошелестят века и археологи в пустыне найдут монетку в середине окаменелого комка и с осторожностью великой музейной зале под стеклом уложит след эпохи дикой игравший поддавки со злом здорово спасибо и очень актуально сейчас спасибо я к стишку 17 лет это все древняя история древняя современная история вот-вот виктор спасибо вам огромное я думаю все получили очень большое удовольствие спасибо великолепно я думаю что это был очень хороший панигирик демуровой потому что она не уйдет в историю она останется своими переводами мы с вами виктор смотрели на ее жизнь на ее работу с противоположных позиций вы как филолог а я как потребитель потому что у меня росли мальчишки и мы читали питера пэна в захлеб и ее замечание вот я видела очень хорошее интервью которым она говорила что питера пэна не печатали в советское время потому что потому что питер пэн не соответствовал моральному облику там крюк точно не капитан капитан крюк вообще удивительный персонаж потому что он выпускник какой-то элитарной школы его галстук выпускника там какой-то вот то ли оксфорда то ли чего там такого но при этом говорит баре он не джентльмен то есть он выпускник вызвать вот такого элитарного учебного но не джентльмен то есть это вообще не как советскому читателю читать советскому ребенку не надо было маленькая принцесса это книжка которая которую я обожаю и восторгаюсь ею это прекрасная детская литература что димурова с нами останется с какой стороны не посмотри большущие вам спасибо это было очень очень интересно всем здесь огромное количество всевозможных тем разветвление ответвлений каждая фамилия приводит нас с каким-то совершенно новым открытием даже казалось бы маршак о котором все уже известно да я ничего не сказал а очень об очень многих вещах не о поездке кэролла собственно в россию это интереснейшая тоже тема которую димурова именно раскрыла она она четки достала документы что он там делал ничего особенного не делал одна куча то есть начинаешь говорить и получается такой растущий кристалл например вот кто-то послал кэролла в россию сопровождал духовное лицо его ли дом это его друга кто послал кто был начальник который им дал поручение тот же самый человек который дебатировал томаса гексли насчет происхождения видов дарвина епископ оксфордский самуэм другой вопрос в кого была влюблена алиса лиддель не алиса в книжке она еще маленькая алиса лиддель когда я была 20 лет уже выросшие она была реально влюблена сына королева виктории последнего принца гемофилика леопольда он был годом моложе они катались на лодке она ушибла его весло и у него был сидя как у царевича алексея они знали что у него гемофили это первый был ее ребенок с гемофилией отсюда уже идут все романовые виндзоры и все кто хочешь я это преподаю в генетике и упоминаю алису лиддель про которую американские студенты конечно ничего не знают на другое другая история опять же байка извините я уж задержусь байка из кераловского общества услышал два года назад на на митинге значит первая рукопись алисы по моему вот это самое которое я показывал она была продана из англии в америку где-то в начале 20 века а после войны в знак как бы солидарности американцы решили вернуть ее в англию подарить британскому музею вас но самолетом посылать боялись если что значит упадет самолет в атлантику и погибнет рукопись ее повезли на корабле упаковав в специальный поплавок если корабль айсберг то корабль потонет а рукописи когда когда русские солдаты самочинно самочинно нашли значит спрятанные картины дреттонской галереи вот стал вопрос что многие из них нужно реставрировать и как их посылать и причем срочно например тициановская тициановский динарий сильно пас очень сильно не стал вопрос задумывать как бы как же побыстрее их транспортировать и значит командующий армии сказал ну что ж пускай летит на моем самолете а они хотели послать эту самую они хотели послать сикстинскую мадонну пускай летит на моем самолете а там была представительница значит святойского музея а если он упадет поверьте мне я же маршал она ему говорит я на ее много летал тимошенко такой всего лишь маршал она мадонна это великолепно значит еще раз значит всем спасибо и я я с удовольствием пришлю все материалы кому интересно потому что все объяснить совершенно невозможно и обговорить но вот последнее филологическое мое упражнение одна из последних я многие вещи публикую нью-йоркском журнале слова у пушкина это александр александрович пушкин редактор всем известный нью-йоркского журнала слова слова есть пушкин но пушкину и в нью-йорке и они есть онлайн у них версии на на литресе все ставятся поэтому там можно все найти так вот история хохлатова тетерева вот это самая зоологическая замечательная история в русской алисе первый перевод если вы помните когда алиса вырастает в размерах доме кролика кролик посылает слугу пата ее достать оттуда и между ними происходит диалог где пат не хочет доставать эту странную великаншу неважно в русском переводе он назван печкой а дальше идет странное прозвище хохлатый тетерев я зоолог все-таки по основной специальности я начал искать нет никаких хохлатых тетеревов но нет и как можно придумать то чего нет и что это за такое дело и вот мне кажется что это как раз след шарады в которые играли ребята вот эти екатерина баратынская и и себлинги по одной простой причине там очень сложно нужно смотреть на текст но сейчас скажу хохлатый тетерев это реальная птица птица американская между прочим она была истреблена в америке но значит пишется это вересковый вересковая курица heathen 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 значит язычник если прибавить одно h в середине то получится вересковая курица так называли в общем-то и обычных тетеревого вальтер скотта это есть короче каламбур этот совершенно невозможен нет ни в какой даже в английской культуре хотя в английской то есть и каламбур и петербурге где они все находились этот каламбур есть только в одном месте в словаре в английском я нашел слова слова стоят рядом ты смотришь ты смотришь что такое язычник и ты находишь тетерева хохлатого или наоборот дара значит куда взялся язычник в этом месте ведь и кролик не называет не называет пата язычником но дальше идет диалог если вы помните что паттам и копает яблочки яблочки копаю ваша честь это все помнят по цедовник он копает и тут мы вспоминаем самый главный диалог о копании и о язычнике который имеется в англоязычной литературе это гамлет и могильщики центральный абсолютно дам даже идут каламбур и которые не пастернак не лозинский не передали что у адама было оружие на самом деле имеется в дуко утов армс не армс а оружие герба адам был джентльменом но и так далее это все 17 века каламбур и которые совершенно невозможно передать короче у меня сценарий такой что в семье темирязевых она была урожденная темирязево племянница ботаника петербурге папа генерал дедушка они играли они инсценировали шекспира помимо всего прочего да все ставили гамлета на домашнем театре вообще но ставили по-английски там есть слово язычник они посмотрели слово в словаре нашли хохлатого тетерева и вставили прямо в керловский перевод у вас да наверно так и есть у кого это это конечно очень имеет знаете это один хороший человек сказал говорит это конечно миф но гораздо более высоких полетов о да гораздо более высокий спасибо огромное спасибо да это было прекрасно я очень быстренько объявлю программу наших следующих двух встреч потому что редкий случай когда я ее знаю обычно это возникает тема возникает уже прямо непосредственно перед речей но сейчас я знаю в следующий раз в прошлый раз мы говорили об императоре рудольфе и рудольфан цах рудольфин цах округе ученых поэтов художников которые окружали императора рудольфа второго в праге и о выставке которая была в праге в пятнадцатом году как раз это была выставка из частных собраний художников рудольфинцев и по ходу дела поскольку на этой выставке отсутствовали картины джузеппе арчимбольда мы договорили что мы отдельно поговорим об арчимбольда и вот следующий раз следующий четверг мы как раз поговорим об этом удивительном художнике который имеет прям ну прям прям можно цитировать вот из сегодняшней встречи потому что он и сюрреалист но только родом из 16 века он и человек для понимания картин которого требовалось быть достаточно высоким интеллектуалом он человек с огромным чувством юмора потому что понимание его картин это это его картина это чистая чистый юмор ну в общем все желающие послушать поговорить об джузеппе арчимбольда в следующий четверг 8 30 а через неделю мы будем слушать липесов марину и илью они будут рассказывать и читать стихи геннадия шпаликова и все желающие поучаствовать могут заявиться мы будем конечно слушать и никитинские песни на стихи шпаликова и читать его вот это то что нас ждет ближайшие две недели всех благодарю всем хорошей запись я пришлю спасибо большое всего доброго всем и спасибо не не михайлов спасибо не не михайлов